ну чего все стримы то я наверно постримлю да давайте заводить трансляцию up с finder king chute привычки с finder вред of the righteous пак не я немного посидел вне трансляции облавался с созданием персонажей с классами немножко поигрался тоже я считаю что для таких игр стоит добавить возможность где ты можешь быстро начать за какого-то персонажа побегать им подраться с манекенами там да с мобами коротенькими небольшими слабенькими вот чтобы просто прочувствовать как тебе будет заходить тот или иной класс потому что все эти кат-сцены диалоги выборы вначале очень сильно мешают я вот пробовал сейчас колдуном бегать вообще не понравилось абсолютно не мое что-то сидел сидел думал думал но и решил в итоге короче не и создал я наездника с трицератопсом значит буду наездником стрельцератопсом 3 цератопс потом вырастет на него вроде как можно будет сесть так что все пучком надо только дождаться 7 уровня пока что пошлите наверх мы в принципе уже немножко знаем что там будет дальше и я еще подумал не хочу я злое прохождение мне будет противно мне будет обидно мне будет неприятно так что будем играть за такого человека которого бы я попробовал изменить короче нормально вымрать во все без приколов так ухватиться за свет стоящийся внутри вас вот усилием воли вы обуздываете свою ярость и словно в ответ на это тепло сыграет вас изнутри тепло и радость от простого осознания вы способны победить вы способны спасти этих людей сила небес поддерживает и ведет вас ее свет вырывается на свободу и окутывая мангрелов дарит им блаженное забытье опустив глаза вы видите аллое пятно на свои груди ара вновь открылась из нее вместе с кровью строится сияние ухлитить войти просил как демон куртится от боли когда свет касается его что ты такое тварь уничтожьте это отродием круто он уже ранен вендуак взять вендуак больше не сучка прибегает этот чел дайте разберемся с мадамой привет давненько не виделись как там поживаете как делища как делища рассказывай спасибо большое за донат гуляй а что рассказывать ну да в чем где был что видел что дел работаешь работаешься там же или другое место все там же ну стабильность тоже хорошо по сути скоро до контракта пушатку ништяк поздравляю респект так вазит и это что такое не знаю осталось только попасть хоть у одного из них без риска сокращение проще она сушила еще замечательно плюс слегка повышенная за по еще лучше еще лучше а у она это не мочили поэтому ним можно не париться за него с к его кусает сколько хотят есть попадание так но это мы все читали осмотреть рану на свои груди а ее нет тренировки на машин для грузоподъема так туда кстати классная тема на forklift работать это реально еще бонус так что правильно делаешь да и полезно в целом мало ли в жизни пригодится так план как ты нашел дорогу сыном так давайте потрогаем весь разговор этот но в этот раз и я не хочу отпускать я хочу и убить все еще санит хорошо молодого видео о как прикольно блин я пока тоже хотел могу сгонять их а часть денисом перестали общаться что такое поссорились что не поделили стримера меня так я это сама готов вас своих ублажить хоть разом хоть по 1 по одиночке и дала блин обидно так мы пускай он уходит вождь су тяжело душа появляется в окружении монгрилов мы заметно что дорога далась ему нелегко он от градом катится по его оплывшему лицом что что тут аневия присутствует вот это да выходит старый маразматик хауран не такой уж маразматик тут правда были демона дьявол что мне стоило прислушаться и отправить сюда отряд корпус брезгливо морщится стараясь не приближаться к бессознательным монгрилом аневия как нога аневия слегка морщится но тут же заставляет себя ухмылился лучше чем вчера хуже чем позавчера не боись не помру так вы должны позаботиться о молодых монгрилах я не знаю какими они станут когда придут в себя но поддержи их вождь сегодня они натерпелись ужаса который не каждому под силу выдержать это изменит их навсегда каждый раз когда делаем встречи и гуляем за чей-то счет включаем и он приходит и как его очередь про ставится все время сорок пятого родственники день рождения работает или мама не пускает жестко жестко стратегично конечно со стороны но жестко некрасиво ну ну чё поделать чё поделать не нам его судить главное чтоб могли охотить шам аж стальное приложится нажимник и пить ланж пошли их жизни шпажать души это только боги могут но мы племя мы что-то придумаем а как окрепнут пушить идут наверх время пришло в киевсе мясо месяц поработала ушел полет курочка перешла дорогу чтобы взять и уволиться но в киевсе конечно условно не самое прикольное чувство но его жизнь он ее живет пускай живет как хочет принципе так это место нужно выжить священным огнем здесь все заполонили демоны но не это самая худшая вендуок все это время она служила и заманила молодых крепких монгров в лабиринт он кивает на лежащих в беспамятный монгров наверное этих еще можно спасти глупее чем до этого можешь не точно не станет но возле может быть хотя все подростки мерзко себя ведут вон один а ночью как для угольничек получается но в такие вещи конечно лучше вообще не влезать там сам черт ногу сломит поэтому могу лишь пожелать вам удачи во всем этом главное не сожрите друг друга су издает смешок больше похожий на хреб а лан у нас с теми кто не слушает племя разговор коробки буду дарить мы их пришучим сух и по вздыхает вендуок иголом разбивал их толку и уж вам что теперь будет ну и хорошо раз так ну и хорошо раз на нейтралки все держите неправильно на самом деле не стоит сранцы за такого не грусти так можете ребятишек вы спасли они теперь в безопасности демона тут больше не сидят предательница смылась все же хорошо и говорил что занимаешься разведкой для орлиного дозора аневия как ты могла упустить культистов под кинобрисом аневия вздыхает как как недостаточно каждую тень подозревала вот как всем известны байки про то что по кинобрисом живут демона этим сказочкам столько же лет сколько крестовым походом это моя ошибка на ее исправил ты и спасибо пошлите отсюда пожалуй вождь я провожу наших гостей до поверхности и дальше там снаружи происходит что-то интересное может это мой шанс заняться чем-то полезнее свежевания грыз ты всегда был не наш всегда смотришь наверх думаешь я не замечаем наша жизнь не для тебя иди но куда пойдешь что где выход она просто со зрением плюс 40 и и поставить помощница зрение минус 40 у господи вот жестко один видит другой не видит кошмар не знаю но как тоже эти твари сюда попали лан обыскивает трубах а силы и показывает вам бумаги и ключ не знаю что это за документы но вот ключ точно придется анавиа бегло осматривает письмо и вручает его вам ох ты ж мать перимать и здесь сведения о культистах их явки пароли секреты думают стоит показать это тому кто сейчас в кинобрисе за главного вот выберемся на поверхности разберемся что к чему вас так давайте полутаемся вам 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 дайте народник тоже заберем он туда тут бывают прикольные диалоги жалко нас пока гоблина нет с нами какого-нибудь потому что с гоблина веселее всего тусить зато у нас есть трицератопс но он не говорящий к сожалению так выходим на поверхность это дополнительные трофеи на принципе не нужны уходим отсюда немного дискомфортно конечно то что я на своем этом самом классе но остался но будем все-таки за хороших играть надеюсь они хорошие так осматриваемся ага ящичек привет верхний мир а вот я не ты рад меня видеть правда но как сказать дружок пирожок тут как бы пиздец происходит погнали наверх да да все верно сарказм тут из многих людей замес всем привет и робит у арчиха в доспехах украшенных золотистыми клинками и амидай измождена видно что последние дни она почти не спала на ее лице копоть а на клинке блестит свежая кровь взгляд и и ореховый глаз строк и внимателен а голос привычный к отдаче приказов тверд она окидывает его с удивленным взглядом оценивая кто перед ней друг или враг и открывает рот чтобы о чем-то спросить на замирает заметив аневию это ее жена и его первой листы дали пашу тяже залагала как-то мало мужчин в этой или скажу вам что не персонаж нам встречается эта женщина давай давай или давай привет какая обстановка в городе а мы пока будем драться с демонами так а где мы серый гранезон счета напоминает а мы встретили манго в живущих под кинабрисом познакомься это он манго в живущий гранезон в живущий гранезон в живущий гранезон живой анекдот уже превратился к сожалению так а что за бой ведете когда демоны оттекали к курицу их основной целью была курина я верю, что я не хочу объяснить вам, что курина и как важно для крусадов мы должны оттекать его в любом случае или курина Канабареса будет начать и закончить курина и с ним, все остальное я вижу, что вы ухудшили на земле, вы должны отдохнуть но много лет в этой борьбе так у меня есть важное средение о расположении гнезда культистов ну что ж не будем медлить вперед рядом с вами раздается напряженное дыхание перемежающийся недовольным ворчанием корпуса до белых костяшек вцепляется в суббеки свои рапиры по его лбу катится капля ну блин я что-то побегал другим классом мне не понравилось плюс блях муха чё ты как-то такой под лиза жесткий до который я буду сосать те пока ты хороша как только ты кряхнешь я тебя тут же кину да ну нахер полин не хочу таких людей ненадежных рядом с собой иметь ну в пень плюс мне довольно противно быть злым мне прям очень противно быть злым я все-таки пытаюсь и добреньким быть как как ну как добрым на нейтралки хотя бы ходить так что не не хочу с ней связываться по крайней мере в этом прохождении может быть я второе прохождение потом начну вот если ты прям большое различие как гуляет тут же есть путь ангелы путь демона как будет вот и меня интересует больше всего пока что ничего интересного к сожалению но мы за ними чуть попозже пойдем а это вот английский меч соответственно который мы нашли закрытом аж дайма это дверь а понял нам выходит сюда вы играете со включенной опции автоматическое завершение хода давай бред у меня пожалуй не самое лучшее это самое компашка как бы и класс да но будем играть с тем что есть как будто все привет саша что-то зира это ps finder брать of the righteous партийная rpg наподобие dnd фактически имеет очень много общего вот так относительно недавно вышло и мы ее вот сидим играем я уже играл в предыдущую часть с finder kingmaker она мне очень сильно понравилось я прям там дико забалдел ну и вот захотелось продолжить как бы наслаждаться контентом ну да по сути то и есть денды северным не достает он дать отключим пускай не побыли кусами все сделают бог так свиток забираем все остальное нас особо не интересует дверь но она запечатанная на вот это можно взломать и там системные требования суши хороший вопрос но она такая относительно требовательная принципе на мощную она же вот только-только вышла еще фактически да что ж такое то 80 процентов дверь блин рофл какой-то прямо открыть не могу с двух сторон и я же тебя знаю выходит и из этих культистов привет дружище хочешь нам скоро все сдохнут а мы будем жить я ну я не могу да ладно бросайте их неудачников крестовым походом конец скоро демоны будут править всем миром было не было славу фанец трусливый предатель клин и с мячом и обидать ты ответишь за измену это смешно был так ну чё жжет жесткий замес на начинается у нас с вами но кинг мейкер да он попроще так найти пускай здесь держится тогда я этими займись которая с левом вот пошли иногда короче вот эта панель багуется прям дико бесит если честно ну ладно ци у них там мак еще против них надеюсь смогут справиться а Short no освоение в ней надо очень много читать прям реально надо дохрена читать а вот но в целом можно разобраться она немного не и туи тумы и это тоже верно но опять же не критично но плюс кучу гайдов как бы написано можно к ним всегда будет обратиться на нефизом подкрутили кстати он получше стал персонажи видном а тут еще стоят оказывается и и раме стыб но она чуть не оптимизирована это чувствуется это реально чувствуется будем надеяться краткий сюжет если хочешь тебе какой части этой или предыдущий все-таки интересует я могу про ту эту рассказать принципе как вас много этой есть мир этот мир подвержен назовем это так бездне бездна это демоны демона постоянно вырываются в этот мир чтобы навалять всем живым здесь из делей соответственно с этого тут все и началось мы появились в городе раненые и во время нашего появления началось вторжение демонов появился один из главных демонов отрубил город голову дракону защитнику просто с одной тычки и вот теперь мы разгребаем последствия соответственно причем те люди которые живут на поверхности они пускают крестовые походы против демонов соответственно да и вот мы сейчас делимся вместе с крестоносцами чтобы новым банально выжить это пока все что я знаю у нас далеко я смог пройти покажу это фактически самое начало если что проблем без косы по большому счету ну вообще так туда но движок все равно неплохой не самый худший я бы сказал да не за что абсолютно первая часть там сюжет абсолютно другой слышно не связаны с этим как бы до мир один и тот же но абсолютно разные события завар прям хорошо разваливают кабины чего у них там происходит мы тоже справляются принцип тихонечку дать поможем прям позвоночник класс так мы стоим ждем принципе мне нет смысла ходить этими персонажами пускай динозавр справляются но он не справился и зато эти все хорошо здесь прям так давайте тогда подтянем подбегай сюда nice собираем ништяки и так а ты понимаешь все двери запрятана на ряд от объемки наброснул вперед бежим так ништяки с этих упавших забираем нет все-таки денежки небольшие плюс но полезности бред и сломали пол ух ты какие красолюди ух ты какая мадам а а вот лицо этой демоницы можно было бы назвать миловидным если бы на нем были глаза она медленно растягивает пухлые губки в довольной усмешке не ну завязка она хоть и простая да но мне все равно нравится мне нравится потому что я понимаю что это пас файнер сделанный мастерами своего дела вот так что я ожидаю прям что-то очень круто эй демоницы чуть стоим лицом дрэзен основанный на пике слова первого крестового похода город крепость дрэзен ван печальный день пал под напором демонической орлы теперь он является живым памятником глупые наивности тех первых крестоносцев понятно пусть к 40 его гнома двор точнее прошу прощения вот наш человек блин а у нее были глаза когда они встречались или нет интересно вопрос хороший так это что за тварь и абриканди у что это мать твою наслаждайтесь друзья потому что я пошлю вас на вас здоровенного джафана это демонические твари поэтому им нужно чем-то таким бить лютым не попал риндж она своего за намажила что лили как блин вообще что-то не наносим дамаги нормальный надо вот этого культиста отстегнуть нет фактически как жрец у них да что ж такое то попасть не могу а что анимации не ускоряешь я наслаждаюсь ими фактически но мне потом конечно надоест я потом начну ускорять но пока хочется по наслаждаться он видишь руку отрубили классно же крутяк там этот не умирает еще пока что вроде нет так ну жрец сам пошел в нашу сторону о чем тут же пожалел кровище прям какой классный портрет висит прикольно подхиливаем завра завра идет уместить бум месть удалось бляюсь на меня такой здоровый мужик шел окровавленный здоровенным копьем я блять точно испугался потом на своей жизни удали якобы повернул все возможности благодаря мификам а плане поясни пожалуйста что за мишки имеются ввиду мифический путь вот это туда демонический то есть можно как английского ангела так и демонического демона когда сыграть об этом речь блин мне прям интересно как там же за зло выиграть а но мне так противно будет чувствую за если честно кого я такой игра за больше чем 2 круто ну глядишь будет повод перепройти на так знание религии оккультно силу начерпанной человеческой крови что он может назначать никто не знает эх это я так понимаю и есть тот самый камень стражей нам до стрима по замбойду будут естественно стоит вам шагнуть зал как в ваших глазах темнеет а ноги подкашиваются выстрелом удерживайте равновесие воздух здесь наполнен мощью исходящие от камня на миг вашу голову переполняет голоса они кричат шепчут хохочет угрожают вызывают о помощи выкрикивают проклятие и насмешки вы моргаете и на вождение рассеивается смотри по поводу за боль и соответственно я если что стремлю каждый день буквально каждый день в 7 вечера по москве я начинаю трансляции обычную по будням они у нас относительно короткие преимущественные часа на два в эти два часа я прохожу какую-то сингловую иру сейчас это ведьмак iron harvest и passfinder вот если у меня хватает сил то я после этих двух часов запуская ненадолго еще и сам будет до чтобы там посидеть развеяться немножко там потусить также очень активно стримим за будет по пятницам и по субботам и иногда по воскресеньям менее противно например за законопослушного золого персонажа этакого инквизитора в стиле цель оправдывает средства но это вот кстати тоже справедливое замечание уже разная зло можно отвергать законная незаконная ну точнее хаотическое и ебанутая спасибо за просмотр! ты сделал это все до сюда! это не твоя пресечная стопка, стон! но что ты планшет делать сейчас? я могу убить тебя где ты стоишь но это бы не было бы я если бы ты могла убрать в борьбе как герои? нет. я хочу тебя убрать в дешевле и скрабблите как патрики в руины твоей страны, такой комп да простенький принц ничего такого сверхъестественно я просто на память не помню а насказал са у Йилда ки а насказал са у Йилда ки нет но если в игре есть совосочетание каменной Йилда ки это хорошая я комп не мощнее картошки но у меня то же самое только у меня картошка зонтик что ты делаешь с камнем она совращает монолит монолит не придавай нас монолит защити требуется путь демона поддаться ярости вы чувствуете как откуда-то изнутри подступает дикая ярость а с ней чудовищная неукротимая разрушительная мощь она похожа на ту которую вы испытали в охраны лабиринте когда стояли против сова милеха но теперь она стала более зрелой осознанной за монолит заткни свою длинную глотку твой матчи козлов волна усталости я устал чуваки этот прям взял проигнорирую и по щам получил дурачок вряд ли конечно получится победить здесь но попробуем так ты сколько у тебя использование магических устройств не сильно блин жалко конечно окей будем экспериментировать а ты не можешь сейчас да ну ладно не попал ухю думать но она и своего замочила так свабого днем настрела прям аллиуя так это в панике отходит к сожалению так не приходить больше не можно давайте культистами сначала мелкими займемся потом уже самой минага уж ебать платить замочили камелию бедолагу так нет но это там нихера не может сделать к сожалению потому что она под этим находится кастуем свет ангелов нет вообще ничего сделать не может фактически так эти от если чудесно ну я думаю у меня шансов особо нет но мы попробуем мы попробуем не попал прискорбно ёпты мы рав да не знаю что-то я видео на стриме у лисера мне счет как-то не особо залетела к сожалению поэтому хз хз какие урон там инвестия это куда побежал да хоть кто-нибудь то попадет по ней или нет а что такое ведь там еще стоит ни хрена не делают блин могли бы вмешаться так но остался только джифонюс сожалению но он вряд ли сможет вытянуть но я думаю это типа но запланированная битва такая то что все поднялись ко мне демониться шепчет заклятие и по комнате прокатывается волна мрака ваши спутники кривица от боли но это не идет ни в какое сравнение с тем что чувствуете вы тысячи голосов вновь врываются в ваше сознание наполняя его стонами криком и плачем ваша голова взрывается болью тебе нас не сломить мы не сдадимся шум голосов сливается в нестерпимую лавину вопли в глазах темнеет дыбе ну все прошли получая сырую на плохую концовку потому что не стоит играть за добрячков очевидно завтра получается начнем запахи шеи и присоединимся к демониться а не погодите здравия где джифан лежит заклинание еще не кончилось что случилось а что там с астрос камнем она понятно она ничего не говорит так а каково положение дел в городе что ты планируешь сделать дальше в подземельях и наши депиши культистов судя по ней в башне с троп на засели демона покойники а я могу чем-то помочь он здоровенный у нас лежит прям как богатырь о сказитель знакомые людям но он такой сука душный блин почему из всех персонажей именно он такой черт сказать ли его клятые истории бляха муха получается постапокалипсис в средневековом сеттинге фэнтезийным круто я об этом давно мечтал что ты выбрал я решила остаться тем не хочу быть злым не хочу быть супер добрым буду умные травочки ходить да ни хрена не сэкономил потому что я вне стрима играл за другой класс мне не понравилось такая на аудоре это та самая ком я думаю или это не та самая ком я думаю интересно все понятно понял так сколько можно ничего не хочу сказать конечно но жена и жена у них и собственный дом две девушки есть они женаты друг на друге да тайник у них спрятан на кухне ну да ладно и джи фанчик уменьшился личный сундук но он пуст заврик наш пасуется уровень а чё завра не дали уровень я не поняла застый кринж кринж какой-то кринж так вот там вот это и вот это а также можно на подвижность дать и давайте наверное знания природы еще докинем сверху тогда чем религии так смотрим бдительность хотя стоп ну ладно окей найти в религию действительно закинем пускай будет внушительная стойкость оживучесть защита крепкий орешек любимая броня а я не могу тяжелого насилия бренна это видимо из-за того что у меня класс такой жалко конечно ну ладно два часа на натаскивал струны бляски да это то еще проклятие я помню сам тоже натягивал когда-то давно о вернулся привет возвращением спасибо за бицит жаль их не вывести так ну чё окна наверное пока не буду никакое оружие себе выбирать до уверенно и боевая магия бы вслепую брать на внушительную стойкость возьмем привет придут ему тоже ну соответственно я мужа придал точно-точно или двужильного не давайте внушительную стойкость возьмем штуку полезную а еще у меня появилась идея если уменьшить моего персонажа то я смогу его посадить на динозавр ну что-то не садишься оси 2 зелье или это только в бою можно поле но видимо только в бою и и же так атлетика подвижность ну и все чё покидать тоже стойкость наверно уверенно оружие взять типа на рога тоже в принципе верно пускай разваливает давай давай посевьте еще раз удачи с тьми отдыхай и не грусти у вашего персонажа фанелс есть верт завар ну давай но сядь ты на динозавера да ну а надо ждать седьмого уровня короче он тогда вырастет получается эй постой к можно тебя на два слова она вен стоит у вашей двери небрежно прислонившись к стойке значит так первое и самое важное бет давать тебе важное задание не сомневаюсь у тебя все получится я видела тебя в действии но есть одна засада отправив тебя на задание мы ослабляем оборону здесь если на нас попрут пока тебя нет я как-то даже не знаю сможем ли мы отбиться до должен естественным путем вырасти к сожалению но вы зато блин я до сих пор думаю о том чтобы сделать персонажа халфлинга до какого-нибудь и посадить его на велоцираптора это же бля просто уморительно будет ты хочешь чтобы я остался здесь и оборонял таверну нет твоя задача слишком важно нельзя просто окуклиться в таверне и сидеть на заднице ожидая демонов надо сами переходить в атаку но если уйти уроды начнут нам подбираться бэт пошлет за тобой гонца вот тогда бросай все руки-ноги руки в ноги и к нам или вернешься на попелище усек ладно а чего ожидать от возможного нападения демонов чего угодно и не только здесь но и по всему городу эти сволочи чувствуют что как-то потеряли инициативу и вот-вот получит в обратку если они снова зашевелиться имею ввиду после их набега что-то может измениться до неузнаваемости так что если ты считаешь какие-то дела особенно важными постарайся закончить их поскорее здесь короче тебя поторапливают постоянно блин терпеть этого не могу с первым ясно что второе трещина которую оставил своей косой проклятый жучара разделила город на две части перебраться через нее можно оказать через нее может оказаться непросто разведчики мне докладывали что где-то на рыночной площади видели удобное место чтобы навести переправу но сами ее так и не навели если тебе понадобится попасть на другую сторону а тебе это думаю понадобится посмотреть что там на площади ладно до встреч стонтон вейн этот дворф напоминает покинутую цитадель чьи высокие и скрешившиеся стены еще прочны на пустые окна в которых не видно огня дают понять что внутри все мертво это ты неплохая работа там в сером гарнизоне я стонтон вейн если до тебя уже доходили слухи его губы на которых невозможно представить улыбку кривиться знай все что мне говорят правда а что тебе говорят что я предатель ничем не лучше арилу вор лишь что мое присутствие позор даже для роты приговоренных что королева голф и зря меня помиловал что мое место на виселице арилу вор лишь мало чью имя вызывает у креста рост столько же ярости как имя арилу вор лишь саркарианской ведьма инициировавший открытие мировой язвы а затем распахнувший ее шире а ее жизни до совершенного зая злодеяния неизвестно почти ничего кроме того что арилу была осуждена за использование мистической магии преследовавшиеся в саркарисе и заключена в тюрьму под названием рубеж близко города и за именно там арилу провела ритуал положивший начало демоническому вторжению и буквально швырнул свою страну на растерзание лорду демонов дескари неким загадочным образом ведьма изменила и саму себя трансформировавшись из обычного человека в полудем она за век прошедший с тех пор крестоносцы несколько раз сталкивались либо самой арилу либо с результатами и экспериментов но не узнали о пособнице дискаре ничего нового она и ныне занимает высокое положение в рядах воинство бездны и носят и ту архитектора мировой язвы приговоренные это отряд мелких преступников отбывающих наказание виде воинской повинности в рядах крестоносцев обычно их используют как пушечное мясо а за что же тебя так ненавидит и правда не знаешь стонтон смотрит на вас долгим мрачным взглядом потом вздыхает это по моей вине крестоносное войско сейчас ютится в крепостях на самой окраине мировой язвы они наступают на врага был у нас плацдарм мощный несокрушимый город дрэзен был допал и все по моей юной дурости сдал я в врагу нашу главную цитадель меня потом судили хотели казнить и надо было бы да только королева вмешалась сказала я должен жить и сражаться чтобы исправить содеянно вот я и живу уже который десяток лет в приговоренных двор пожимает плечами как видишь ничего не исправил и прощение ни от кого не заслужил хочешь тоже в меня плюнуть и я не удивлюсь тебе дали шанс жить так живи и не обвиняй других в том что ты сам сотворил со своей жизнью думаешь ты первый кто лезет ко мне с проповедями 2 безразлично пожимают плечами столько лет в приговоренных не уже это до сих пор не искать не искупил свою вину это не мне решать моя жизнь в руках королевы просто приговоренных пол беды все эти годы я молю торрога о прощении сколько ходил к его жрецам столько сколько стоял на коленях перед алтарем если бы отец дворфов хоть раз ответил на мои молитвы не вернул силы просто дал понять что я все еще его дитя но похоже ему на меня наплевать чего ждать от смертных если даже бог считает что я не заслужил прощения неужели у тебя не друзей будь я совсем один вряд ли бы выдержал спасибо йора но братишке моему он меня никогда не оставлял а остальные шарахаются от меня как от чумного бойцы вроде приговоренных и себя утешают пусть разжаловали но по крайней мере я не стон там во всей армии кажется один командир и робейт помню что я солдата не полотер и не брезгует взять меня в битву она как я слышал сама в прошлом дерьма нахлебалась так что людей судит непредвзято не удивительно что в этом было ранее она одна сохранила здравый рассудок а как так вышел что целый город пал по твоей вине как как не веришь приваренному спроси кого другого вот хоть братишку моего йорана или дальше не верит мне то что с того а пересказывать в тысячный раз историю моего позора даже не просим ну ладно а мне нужно поговорить с эльфом который называет себя сказителем где он сказитель странный старик он со мной долго сидел расспрашивал о разном не осуждал и не утешал а просто слушал я сначала хотел его подальше послать с этими расспросами а потом понял что мне самому от них как-то даже легче на душе надеюсь он жив и здоров он же совсем слепой весь дряхуй а в городе сам знаешь что вот что есть у меня одна мысль попробую поискать его в черном крыле это библиотекам давай покажу на карте где она не знаю что слепого нужно в библиотеке на это место он любил сидел там днем и ночью понятно котейка крестоносцы не солера тимус граждане яду я верю помощь уже идет королева не оставит нас в беден висали ратимус и дорожный старик с пушистой седой бородой бормочет молитву как и все в тверде он выглядит усталым но на осунувшемся лице читается решимой стоя до конца о о торговец так ну давайте раз проводимся вы нормально и так свитых возвращения жизни 6000 юта амулета на ручьем кольцо дает носящим устойчивость плюс 10 к холоду не страж жизни пока на сейчас этому лет находится под действием эффекта заклинания берег от смерти он получает бонус боевого духа набор алхимика набор для создания свитков я даже не знаю хочу ли заниматься граф там если честно рукам ужасно марша глефом лучше присмотреться к кольцу кольцо дает носящему устойчивость плюс 10 кода если на сечь обладает заговором ледяная корка она также дает ему естественный вонос к защите плюс 2 но это надо вот для нее получается для мадам и кинетички так даем глефу нашему джифану а у всех остальных тоже уровень смотрите-ка так подвижность внимание знания природы убийственная меткость бой вслепую бдительность легкая рука стихия школа магии ну давайте убийственную меткость наверно возьмем и вы повышает урон нам так длинный лук стрельба вблизи на все-таки хорошее кольцо да прям я подумаю я просто еще не особо хорошо разбираюсь пока в механик и даже не смотрим на то что я прошел с файнер как бы на тот самый мейкер все равно еще много не понимаем так вот с тобой чем можно сделать этот класс я абсолютно не понимаю шаман охотник на духов это что такое вообще как блин с тобой быть знаете боевую магию возьмем однозначно вона кучу заклинаний всяких разных вы выучила прошу будет чё как бы поюзать так паладин ну и атлетику подвижность надо по-хорошему поднимать а то она медленная капец уверенное владение оружием длинный меч а пошли перекачиваешь а по это не мои персонажи дубинка тротик смей жреца магуса ведьмы и бульдургус бульдургус носорог мужск боевые могут хочу чтобы у меня женщина была смолоком ага состояние потрясения получается снимают на давайте возьмем почему не сковородкой как бы те сказать ляты ты сексист так ну кольцо все равно дорогой как бы я его купить пока не могу даже при всем желание привет вам как дела давно не виделись давайте выкупим молоточек это снимай это сюда это сюда hammer time получается так надо еще заклинание раскидывать теперь так шаман ну пускай на хеле будет ставить она у нас чего бы частью это сила магии духов понял это она может кастовать всегда получается здесь увеличение гуманоида и пускай пока исцеление будут слишком важная писем чуть завтра будут болеть ноги и жопу почему что такое что случилось паладин есть какой-то круг но там непонятно что делать так ну динозавер это понятно последний голова для выполнения заданий иначе она будет паровольно следующей голове идти и кого-то даешь ну да минус жопа и нога понимаю понимаю так надать пообщаемся кто-то такой висали ротимус настоятель местного храма абаддара что за юноша яда пастушок ученик понял ну понятно так лан пришел ознакомиться я все жду когда ты решишь поинтересоваться что зато странную тварь взял в отряд кто-то еще такой дай угадаю первый вопрос будет может ли ты носить шляпу со своим одним рогом вообще да это интересно так ты можешь носить шляпу со своим одним рогом могу но некоторые фасады мне не идут и говоришь на всеобщем гораздо свободнее чем твои соплеменники мой всеобщий просто чуть более всеобщий чем у остальных монгревов но вообще-то ты верно заметил какое-то время я жил с родителями на поверхности и успел научиться всякому языку а еще тому что при виде моей чешуйчатой морды каждый второй крестьяне наряд демон и пытается удрать не знаю интересно ли тебе на моя мама не была одна одной из народа подземелий она контрабандистка из тех что частенько использовали подземелья кинаброса для скрытого перемещения и хранения товаров как-то раз две банды не поделили лакомый кусок сцепились и победителем бросили проигравших в каверну и мертвых и тех кто был жив там у са у него самого родника горка крутая как раз забираться на нее все с матчу ты этого не послала работягу что ты сама пошла мой отец забрался в те места посмотреть не осталось ли на убитых чего-нибудь полезного а нашел девушку с поверхности упорно цеплявшуюся за жизнь и вспыхнула между ними невероятное чувством или девушки просто нравились мужчины с чешуей и кошачьим носом это тоже возможно так или иначе он выходил ее а позже даже согласился покинуть родные пещеры она ради него оставила свои контрабандистские дела и заживать честной жизнью такая вот дивная история предшествовала появлению наследств старины ланом только вот продолжение у нее сначала мы всей семьей кочевали туда-сюда на поверхность и обратно и нигде не могли найти себе место мама с трудом переносила жизнь в пещерах внешность отца вызывала слишком много вопросов воюющий в воюющем с демонами мендове в итоге родители решили не мучить друг друга и расстаться и мы с отцом вернулись в племя думаю крестьяне с воплями демона сыграли в этом какую-то роль или отцу просто жизнь была не мила без супа из хресиных хвостиков это тоже более чем возможно погибло четыре куста малины были настойно с настольщиками пьет ну хотя бы не дома хотя бы не думал где-то там шляется алкаш понятно чему в этих настолько нравится не понимаю честно не понимаю вот что такое там стоит на будет пообщаться у монлио короткая жизнь но ты не выглядишь не старающим не умирающим сколько тебе лет столько насколько выгляжу тут никаких сюрпризов но помнишь сула он на 10 лет старше меня я помню его бесстрашным воином я наблюдал как он день за днем превращается в дряхлого старика и он и мой отец а разворот отрастил опять ну это у него давно уже был это происходит очень быстро сначала ты промахиваешься на охоте потому что видишь цель не так четко как прежде списываешь на то что глаза устали говоришь себе что завтра будет лучше потом замечаешь по замучила одышка скалы стали круче перестают гнуться палец и меч приходится привязывать к руке даже поножа не зашнуруешь сам иногда умываясь в ручье заметишь в отражении седого морщинистого старика и не узнаешь его а в конце концов какая-нибудь пещерная оказывается проворнее тебя ему то нравится пить в места где играет в настолки без алкоголя он не ходит но в принципе это логично мог бы просто в бар ходить зачем позориться в настолки играть понять не могу отец был дневнике отмечал все признаки да и я и сам все видео в последний год приходилось помогать ему вставать с постели одеваться напоминать поесть иногда он забывал как меня зовут я говорил ему что лучше бы мы остались на поверхности а он шутил что не пристала крестоносцы обманывать богиню фаразму то есть каждое утро я просыпаюсь и прислушиваюсь к себе но пока никаких признаков и все-таки времени у меня немного я знаю нужно успеть сделать хоть что-то полезное прежде чем забуду зачем вообще сюда пришел решил пойти со мной чтобы снова увидеть мир поверхностям я нет просто имею личную неприязнь к некоторому виду созданий демонам то бишь а раз они хотят разгромить кинобрис мнением по пути с теми кто попал под удар звучит как-то мелковато чтобы бросить все чем жил раньше и очень настойчивый да план изгибает единственную имеющуюся у него воровь потом вдруг мрачнее ты отводит глаза ладно имеешь право знать я упоминал ведь что родился от союза девушки с поверхности и манглева из пещер мамка хочет найти еще и целый силаж дома в одних на столках блин сожги его сделай доброе дело мое рождение демон побери для моих родителей обернулась большим несчастьем потому что я лучшее что вообще может родиться от союза манглева из подземелья из кем угодно здоровый ребенок с нужным количеством рук и ног без явных увечий не развитых уранов или еще какой дряни думаю они посмотрели на меня и потому рискнули завести еще детей думали все обойдется у меня как дела да в принципе неплохо не жалуюсь на самом деле сижу вот балдею в балдежной игре кайфую в голосе ванна пробивается едва сдерживаемое рычание у меня могло бы быть еще четверо братьев 1 родился через два года после меня а умер еще через три у него не было носом даже ничего похожего дышать он мог только ртом мама и отец боялись от него глаза отвести так как он мог перевернуться или поперхнуться и задохнуться от чего угодно но умер он в итоге от слабого сердца потом была еще одна беременность и рода я притворился спящим а потом выбрался из спальни и подслушал по двери сеячи часы было очень странно но я не слышал криков новорожденного мамины стоны до молитву жрецов потом рискнул пряткой дверь и заглянуть в щелку жрецы стояли там очень бледные один держал в что-то в руках довольно небольшое раз она поместилась у него на ладони он спросил вы понимаете что это а другой ответил кажется голова достаточно можешь не рассказывать дальше если тебе это причиняет бой ну нет раз уж начал исповедоваться надо дойти до конца ведь хочешь знать почему я увязался за тобой наверх так вот она причина план делает паузу выдыхает и продолжает более ровным тоном как выяснилось в тот раз мама ждала тройню первый из детей родился по частям ух идите платить двое других умерли не успев сделать первый вздох недели через три после этого отец забрал меня и увел в пещеры он не хотел уходить я видел это по его лицу но думаю что они с мамой вместе так решили то проклятие что мой народ несет в себе со времен первого похода встала между ними и 4 мертвых ребенка тоже и стремительно пожирающая отца старость он прошел всего четыре года после нашего возвращения в пещеру и спрашиваешь меня почему я решил уйти наверх и присоединиться к тебе и крестоносцам так вот ответ я всегда хотел боялся бросить племя но не мог перестать думать о том что умру в мире где уже четыре крестовых походы ничего не могут поделать с тварями бездны а жертвой все множится я хочу изменить это или хоть попробовать а не изменить так поквитаться те кто стоит за мировой язвы мне очень крупно должны жизни 4 братья все слезы матери разбитое сердце отца это очень много так много что просто убийство парочки демонов мне будет недостаточно я хочу сделать что-то значимое и готов платить любую цену это если хочешь знать мой личный крестовый поход когда-то я думал что лучше мне вообще на свет не рождаться а теперь думаю что как раз для этого и родился поквитаться а почему-то раньше не пробовал уйти наверх и присоединиться крестоносцам не мог бросить племя просто так я их лучший охотник и добытчик без меня им пришлось бы куда тяжелее но теперь когда демона чуть не разнесли кинабрис по камешку и свод пещеры чуть не рухнул нам на голову оттяживаться стало просто бессмысленно как не крути а наверху я полезнее чем внизу тем более вождь отпустила значит мой долг племени выпущен а любовь твоих родителей не переживай испытания но это не значит что с тобой должно произойти то же самое что если ты встретишь любовь которая тебя не оставит несмотря ни на что и сделал свою возможную возлюбленную глубоко несчастный когда умру спустя полдюжин лет у нее на руках отличный поступок для любящего человека но зато и шанс вдохновить какого-нибудь барда трагика на сознание слезливой баллады это точно а что насчет матери нет с матерью я встретиться не хочу я не хочу с ней встречаться не из-за обиды просто она у эльфийка у нее едва появится первый седой волос а я уже буду дряхлым стариком и я скажу так она достаточно детей уже похоронила нет нужды заставлять ее видеть смерть еще одного надеюсь ты понимаешь спасибо что поделился спасибо что выслушал а что насчет вендуок уверен ну давай вы были только друзьями или чем-то большим ух ну и вопрос у тебя я сам себя когда-то об этом спрашивал потому что вендуок знала меня как никто понимала как никто он была моей первой женщиной но любви между нами никогда не было может я и смог бы ее полюбить да она как будто не понимала что это вообще такое может просто не была способна на такие чувства а что тебя связывало с ней много всего мы росли вместе тренировались вместе она была дочерью тогдашнего вождя ее всю жизнь готовили быть лучшие а тут я мы соперничали но вытаскивали друг друга из передряг меня все время тянуло на подвиги иногда дурацкий а венду любила бродить по неисследованным коридорам находить новые пещеры составлять карты она хотела стать великой охотницей которая прошла до конца сам лабиринт а стала лучше бы она умерла на смерть друга это больно смотреть как этот друг вдруг оказался жалким подобием себя невыносимо но она то не считает себя жалкой конечно она думает что все сделала правильно потому что стоит ей в этом усомниться хоть раз и придется посмотреть правде в глаза придется признать что она всего лишь людоедкой который демоны крутят как хотят стать сильнее стать сильнее но для чего ее цели мне никогда не понять я сто процентов уверен что там есть какое-то двойное дно вот я прям чувствую что она там наличием бывает хотя блин мы еще можем с ним поговорить так но первый вот эти разговоры они самые длинные самые тяжелые надо их просто перетерпеть дальше уже их чуть поменьше будет все-таки расскажи мне о твоем народе как живется в пещере он вам широко улыбается улыбка выглядит странно будто надо ломается в том месте где человеческие черты переходит в звериные представь себе что во всем мире тебя и твоих сорочей всего несколько сотен в округе нет ни кулачка плодородной почвы негде вырастить рожь для хлеба хлопок или он для ткани ваши соседи твари которые хотят вас есть а также твари которые хотят заразить вас своими личинками и позже съесть и это еще не так плохо потому что большую часть тех кто пытается съесть тебя и можешь попытаться съесть сам иногда с риском отравиться иногда почти бизонова плохие годы в округе остается слишком мало живности что хищный что безопасный и тогда ты питаешься грибной похлеб и я бы сказал три раза в день но в действительной это скорее 1 3 дня но есть и хорошая сторона у такой жизни никакого риска остаться без крыши над головой никакой плохой погоды если конечно не считать за нее землетрясения вы и правда потомки при первых крестоносцев больше похоже на потомков демонов да незадача впрочем без участия демонов не было бы никаких мангриев это магия мировой язвы так повлияло на наших предков что и дети стали тем чем стали вождь сул и многие племени любят сказку про крестоносцев подземелье которые героические предки оставили на страже пещер не знаю правда это или нет но зачем то же ангел спустился в наши пещеры может вспомнила нас времена после первого похода были злые и опасные когда-то когда у сотен крестоносцев начали рождаться дети с клыками рогами наростами на полица кое-кто этого не оценил инквизитора например так что наши предки бежали от преследования и основали поселение там под землей наверное они хотели найти лекарства для своих детей и со временем вернуться но не вышло более того наследие язвы передалось всем следующим поколением родители мангриева могут только гадать какими будет каким будет их ребенок потому что каждый рождается с новой мутацией и многие мутации несовместимы с жизнью план замолкает потом добавляет тихо там в пещерах мы обычно не поздравляем семью с рождением ребенка пока ему не исполнится хотя бы три года большинству даже имя до этого момента не дают смысла нет но ведь с первого крестового похода прошло не так много лет почему вы так мало знаете о своих предках потому что мы живем гораздо меньше большинства наземников наверху едва ли пара поколений сменилась и полно тех кто еще помнит нетронутые демонами саркорис и и величество гоуфри например но у нас мангриева начинают стареть гораздо раньше людей гораздо быстрее и с более разрушительными последствиями мало кто переваливает за порог 40-летия мало кто вообще доживая до него правда не из-за старости а потому что голод болезни и чудовище подземелий убивают надежные старости так что история первого крестового похода для нас уже легенда случившиеся много поколений назад живых свидетелей нет есть сказка про мудрых и великих предков оставивших нас нести дозор в подземелье хотя мне почему-то кажется в действительности они были отчаявшимися людьми не понимающими как и столица демоновых чар и не получивших помощи от сородичей у вас есть какой-то аналог дня и ночи вид солнца ваших пещерах не видно у каждого поселения мангриев есть небольшой большой гонг почитаемый как реликвия хранитель гонга бьет в него дважды в сутки отмечая начало и конец дня точность этого обычая впрочем очень сомнительным абсолютно каждый мангриевский ребенок хоть раз да прокорадовался гонгу и бил в него в положенное время из шалости меня вот ничто не могу удержать от этого даже то что у меня всего одно ухо а значит драть его будут два раза сильнее так что неправильные удары перемешиваются с правильными а племя то и дело подскакивает встречать утро посреди ночи и скажешь смешно а племена воюют друг с другом нападение случались и убивать сородичей меня уже приходилось чаще всего стычки происходили из-за пищи в пещерах ей свои законы писаные и не писаные мы чтим их и уважаем чужое право на жизнь но голод иногда толкает на страшное я никогда никогда будь уверен не пытался отнять чужую добычу но могу понять тех сородичей кто пытался слышать как твои дети просят есть и не иметь возможности их накормить страшно и единственный уроженец над холма который зовет свой народ мангле вами почему потому что весь говорю он зовут зовет нас именно так чему все эти куртуазные реверансы вокруг названия тот кто находит его обидным и собирается с ними воевать лак ему в руки лично я найду более достойного соперника нежели простое название интересная аллюзия ну да ладно спасибо и говорил а что ты думаешь о жизни на поверхности наверняка она здорово отличается от жизни в пещерах но еще бы поверхность она безусловно больше предназначена для жизни здесь проще добыть еду воду можно даже построить нормальный дом и что-то возле него вырастить хорошо освоенных и давно заселенных районах не знаю зверя страшные крысы ну может еще таскающий шкур лисицы если же ты спрашиваешь о том как устроена эта жизнь я слыхал одну историю демона покойники выкрали целую семью и приносили в жертву по одному человеку заставляя остальных наблюдать но рядом оказались смелый рыцарь и красоносцы которые убили злодеев и всех спасли я слыхал другую историю один молодой кузнец потерял руку после пожара не мог больше работать и кормить жену с маленьким ребенком они долго пытались выкарабкаться жили впробовать но ничего не выходило в конце концов отчаявшийся кузнец ограбил путника на ночной дороге рядом оказались смелые лицари крестоносцы они схватили грабителя он отправился в тюрьму жена его вскоре задушила ребенка а сама повесилась здесь наверху один и тот же человек может с гордостью говорить что защищает невинных от демонов и закрывать глаза на тех же невинных которые голодают просто потому что родились в беднянской семье сама королева голфрия продлевает себе жизнь эликсирами солнечной орхидеи который стоит столько что можно накормить целый город там в наших пещерах все одинаковые бедны если приходит голодом приходит для всего племени сразу мы не бросаем своих в лишениях и в этом сила племени законы же поверхности устроены так чтобы одни получали все а другие ничего я глупый юнис из пещер но я не понимаю как это возможно впрочем кому я об этом говорю тебе жизнь на поверхности должна быть известно лучше чем мне вот а у меня тоже найдется пара вопросов к нашей беззаботной аристократии но они подождут до момента когда мы вышпырнем демонов обратно в бездну и зароем мировой язву до план усмехается своей стороны половинчатой усмешкой ломающийся на стыке двух половин его лица конце концов есть проблемы есть обиды есть не справедливость а есть безумные твари угрожающие всему живому а ты говорил что готов жизнь положить чтобы совершить что-нибудь значимое а чего бы хотел именно ты придумайте рецепт салаты и чтобы его назвали моим именем по правде говоря я не знаю было бы гораздо проще если бы мои желания ограничивались убить демонов потом другие демона потом еще немного демонов и еще больше демона в конце концов сушки он не начинает нравится все больше и больше честно ярости никаких лишних размышлений я наверное даже завидую тем кто может жить так я не могу если жизнь чему и научила меня так это тому что в ней не бывает простых решений некоторым героям крестовых походов удалось не просто красиво умереть бою они спасали целое поселение устанавливали страж камня обезопасив земли мендова на десятилетия вот чего бы мне хотелось убедиться что короткая жизнь дурале лана хоть чего-то достоила думаешь я себе слишком высокого мнения пришел какой-то чужичный козел из пещеры и хочет тут страж камнями распоряжаться и знаменем я медаль помахать но броситься на первые ряды демонских армий и умереть так каждый может дурак только кому это поможет я хочу чего-то осмысленного понимаешь даже если платить придется самую высокую цену особенно если придется ее заплатить вокруг много более достойных людей которые должны выжить и рассказать всем какие мы были чудил и благодарю за ответы до встречи ух подбитый глаз индара дайте сын дары поговорим импозантная молодая ариатка окружена толпой крестоносцев внимательно ловящих каждое слово надеюсь на данном примере видна разница между легионерами жизнь к времен последней войны и крестоносцами совершенство формы и духа заложенная в них при создании делала их частями оптимально сбалансированные военные маши машины не сборочим индивидов но единым целым так у меня начинает пропадать голос мне надо пойти и сделать себе кофе поэтому давайте-ка мы сейчас возьмем легкую паузу и я скоро подойду со кофей ком начал еще делать можно принципе чаем да давайте чай действительно чего имя так Продолжение следует... 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 гигантские механизмы использующие в качестве топлива пленных демонов и дьяволов шагающие цитадели орудия заряжаемые визжащими элементариями очень пахнет вархаммером конце концов представь себе самое совершенное оружие повершиеся повершие джистка ночную чуму болезни что словно цепной пес поражает лишь тех кому желает погибели ее хозяин выдавить реваная эпидемия прирученный мор представь все это и пойми что никакая фантазия не может даже приблизиться к горизонту того что они сотворили откуда знаешь столько отданной войне я без ложной скромности могу утверждать что наговоривание нет более авторитетного исследователя в такой области как военное искусство эпохи третьего тысячелетия до основания абсалома я посвятила жизни этой теме лично побывала на полях сражений посетила иногда с риском для жизни самые таинственные и запретные архивы которые содержались хронологии тогдашних воин своими глазами я видела павший небесный город империи шори и своими руками вырывала управляющий кристалл у проснувшегося боевого голема класса искоренитель охранявшего лабораторию джистка эти пальцы держали ту самую колбу в которой слуги фараона забытых поветрей вывели первое поколение чумы уничтоживший империю джистка вот откуда я столько знаю я все это видела и трогала но кто ты я индра магус воительница и знаток классической военной мысли из гарунда признаюсь несколько оскорбительно то что тебе я совершенно ничего не говорит мое имя но я делаю скидку на неприобщенность авистана к просвещенной мировой культуре дайте чай размыша что слишком горячим блин от стой но вкусный это главное так и зачем ты сюда прибыла чтобы стать свидетельницей легендарной войны схватки между опитателями плана известные своей тягой к насилию и крестоносцами со всех континентов объединенных общей целью отставить свой дом масштабного эпического заражения которое если честно пока что не такой уж и эпическое ухмылювшись монах с фенгалом в полголоса шепчет может ей просто плохо видно вниз она перестанет прятаться среди нас и выйдет на улицу вид станет куда эпичнее женщина оставила все это без комментариев я оставлю это тоже без комментариев неудивительно я сформулировал свое отношение к этой войне в лаконично и ясно с ним не поспоришь так может присоединишься и покажешь как надо воевать нет я историк аналитик теоретик знаешь что объединяет эти три слова они описывают смертную которая не участвует в конфликте о котором потом будет написан ее научный трактат впрочем об этой войне я рад ли смогла бы написать что-то кроме как это было бледным подобием последней войны джистка понятно это диванный воин короче все ясно диванные войска чате чем опаснее предстоящая драка тем более умные и красивые слова находим мы для оправданий чтобы в ней не участвовать и прибыла к нам издалека я предпочитаю считает себя обитательницы геориона не осознаю себя с какой-то конкретной страной бывай поразительно сколько чуши может помещаться в одном человеке да да так этим потом подойдем аневия а ты своей неприметной одежде аневия почти сливается с обстановкой она кажется расслабленной но обманчиво ленивый взгляд то и дело окидывает все вокруг фиксируя возможные угрозы а пальцы словно невзначай барабанят по бедру возле ножен травмы как не бывало девушка уверенно опирается на прежде сломанную ногу она издалека следила за вашим приближением но делает вид будто только что заметила вас о привет видишь как золотали меня могу теперь хоть бегать хоть прыгать хоть на столе писать x пиши а в городе есть подозрительные места на которые стоит обратить особое внимание была пара местечек которые я хотела проверить да как ты не успела если там и правда логово культистов будет неплохо если ты вломишься к ним и на видео шорохом сейчас это можно делать без ордера на обыск во первых ателье шелковая нить интересно такое ателье где не покупают ткань и не берут заказов ссылаясь на вечную занятость сдается мне они там и правда заняты да только не шитьем во вторых алхимическая лавка топазовые зелья это наоборот торгуют вовсю и не только исцеляющими зельями судя по компонентам которые они закупали на черном рынке алхимические ритуал в этой лавке что называется с дужком расскажи о себе я бы рассказала да как ты ничего что вам не интересного как живется с роббит мне с ней живется а без нее не жилось бы серьезно если бы я была одна давно бы сдохла конечно мы с ней собачьемся иногда как без этого по делам ордена бывает стучим по столу и орем так что стены трясутся но это дело рабочие а дома ну вот например мне всегда хотелось перебраться из той халупы где мы жили последние годы в доме поуютнее обеда бедности в дозор и кажется не дают но каждый месяц как-то получаем что большая часть нашего жалования уходила на дела крестоносцев я бесилась конечно но на самом деле это же и есть то за что я ее так люблю понимаешь у и роббит есть главное для человека цель в жизни она ничего не делает случайно просто так своей жизни крестовый поход а я я носилась по свету как листок на метру пока без на нас не свела теперь смысл моей жизни она а будем ли мы жить в особняке или под кустом как-то неважно а как вы познакомились я тогда бродяжничала в тимоне перебивалась мелкими заработками иногда подворачивалась работенка от храмов дезны ну знаешь им иногда бывает нужны люди с моими умениями и вроде бы все было неплохо после на и два речные королевства с их свободной могли показаться раем на земле живи радуйся от только радости как-то не было я была одна и на меня всем было наплевать также как же так же как и мне на них каждое утро я видела все меньше причин вставать с постели для чего-то кроме как повязать камень на шее и нырнуть в ближайшую реку однажды меня наняли проследить за какими-то типами которых местной власти считали разумиранскими шпионами и я им попалась глупо по-детски как будто тело сама решила сделать то чему сопротивлялся разум и наконец покончить с этой черной тоской не моими руками так чужими меня схватили а я уж думала приезжать на месте но вместо этого они связали меня как овцу и куда-то потащили а я и была как овца в голове осталась единственная мысль и скорее бы уже притащили меня в свою вонючую пещеру бросили на алтарь и тут до меня дошло кто это культисты звонку тона и знай его высадили меня все-таки прикинь через столько-то лет а только мне было уже плевать пусть хоть с хлебом меня едят кому какое дело и вот тут пока я лежала тупо глядя на занесенные ножи судьба бросила кости и я срвала банк пещеру ворвалась она и робот только представь лежу я на алтаре вокруг психи с ножами и вдруг выламывается и робот мне показалось это сама и амида яростная в блестящих доспехах сияющим мечом развалила этих мразей на раз-два я морду не успела развязала меня а потом озорной смешок озаряет ее лицо проглядела бумаги что у них на столе лежали и на ругаться последние с вами вот тебе и ами дай ха ха ну понятно так пожалуй с ней больше не будем пока говорить так выход торгаш говоряния и ернок блин мне хочется со всеми ими поговорить но у меня так голос устал если честно просто жесть у меня действительно отваливается а тут торгует еще один есть какой-нибудь непонятно надо подходить именно у магада был дайте курсу подойдем вы конечно на поверхность меня выводить не брались и народа вам за моё здесь появление вроде как не полагается но все-таки именно было для вам я добрался до сердца защитника остаться в долгу я не привык а еще арку смотрит на вас явно не одобрение сложив руки на груди и нетерпеливо притопливая ногой у меня есть работенка как раз для таких как вы естественно я щедро заплачу за услугу и в чем суть вам предстоит стать моим охранником видите ли у меня есть серьезные причины вернуться в свой особняк здесь в кинабросе у меня там остались впрочем неважно не вашего ума дела мой особняк видное здание с большим садом богатой части города в него и до нападения демонов каждый второй вор и проходим исходил забраться что уж говорить о нынешних временах я не тешу себя надежды что моя стража смогла удержать особняк во время нападения и что слуги не разбежались при виде демонов одному абадару известно что сейчас творится в моем доме так что я прошу вас встретиться со мной около моего особняка и охранять меня там пока я не закончу свои дела я уже пытался бы просить о помощи местных паладинов но они и носа из этой таверны высунуть не желают проклятые трусы и предатели вот кто они такие ах да и камелию с собой захватить извольте я этой девушки знаете ли больше остальных вашей банде доверяю благородное происхождение как-никак ладно превосходно просто великолепно я отправлюсь к моему особняку немедленно и буду ждать вас там не стоит за меня волноваться этот город я знаю как свои пять пальцев и поторопитесь если не хотите чтобы я снизу вашу народу чем торгуешь зельями на а вот перчатки всякие разные фокус или заклинание первого круга на нас одну дополнительно очка урона за каждую брошенную кость умная булали такое себя способность спонтанному сотворение заклинания она дает ему способность творить следующее заклинание луч ослабление страх ну такое а вот бездонная сумка штука нужная кстати ой блин острый пирожок рецепт берем отмычки но недорогие капец зелье благословения оружия берем оскорененное птичье мясо фу галлюсь так но это просто трактирщик поэтому с ним особо нами пока не будем говорить копируем рецепт трофеи какие-то ернук служитель растила но это жрец на но ты как бы вообще пока ничего не можешь сделать так вам дать все-таки прочтем так чем ты занят я не тогда она приняла урокоположение и мой бог пока доверяет мне совсем немного сил увы исцеляющей магии у меня гораздо меньше чем раненых бойцов в этой таверне понятно не зря же говорится на богов на богов надейся сам неплошая не могу помочь раненым чарами хоть бинтов нарежу и местный нет в кинобросе я оказался проездом пыл я по батюшки нашему великому сырину в деревеньку под названием стадионная заводь в город попал как раз к празднику вот грешным делом и решил задержаться на денек повеселиться ну и задержался только дольше чем рассчитал а что за деревушка маленькая рыбацкая девушка не на каждой карте отмечено но только и там ведь люди живут а жреца то у них и нет никому не рано залечить не от обыча помолиться не мертвого по-человечески похоронить мировая язва то совсем рядом вот к ним и полу служить богу и людям понятно и не страшно тебе туда отправляться лукавить не буду страшно только ведь как выходит в той деревне живут простые люди как ты и я веках короток и жизнь полна трудов и я такой же жизни еще простой но исполненный смыслом будь у меня впереди века как у эльфов и иных я бы быть может выделил лет пятьдесят и постранство по миру а может и все сто лет бы выделил но нет у меня в запасе веков а значит свой короткий век я хочу потратить будучи там где сильнее всего нужен даже если там опасно особенно если там опасно как форум осенняя дымка высокий хрупкий на вид эльф сидит перед вами закрыт глаза он бледен словно мил рука его перемотана кровавым бинтом другие повязки выглядывают из-под одежды но и в столь плачевом состоянии он умудряется держаться спокойно она сидит потом с тобой поговорю давайте сходим в подвал может там чуть интересное есть ухо то все чтение 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 о боже мой вот еще больше людей у дима него сидит смотреть но на самом деле давайте пока наверное на сегодня закончим у меня уже действительно голос вообще не справляется я может быть завтра с утреца еще стрим заведу по этой игре если что вот ну а так и завтра будет кооперативные стримчики сначала по спейс халку потом по идее по сериус эму вместе с микой так что всех вас любезно приглашаю и очень сильно жду спасибо всем тем кто заглянул на огонек был рад с вами повидаться до новых встреч пока 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 Продолжение следует...